В администрации городского округа Люберцы состоялось выездное расширенное заседание Комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Московской областной думы. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с изменением подходов при формировании программы правительства Московской области касаемо развития газификации в регионе до 2025 года. На сегодняшний день уровень газификации Московской области составляет 96%. Для сравнения, в целом по стране эта цифра порядка 66%. За последние три года в регионе было газифицировано 264 населённых пункта с общим количеством жителей – 117 тысяч человек. Благодаря действующей программе, темпы газификации в регионе увеличились примерно в пять раз. Таких результатов удалось добиться за счёт введения в программу уличных газопроводов. Тем не менее, уровень снабжения газом остаётся недостаточным в отдельных населённых пунктах. Сейчас в программу включаются сёла, в которых проживает от ста человек. Осмысливая, как движется эта программа, мы видим, что в первую очередь мы делаем те населённые пункты, где стоимость газопроводов не столь высока, то есть не является строительством чрезвычайно высоким. И с учётом того, что денежный ресурс у нас ограничен, мы видим, что в последующие годы мы будем тратить примерно столько же денег, а количество населения, которое реально будет пользоваться этой услугой, становится всё меньше, меньше и меньше. Также в программу газификации Подмосковья планируют внести изменения с учётом старения газопроводов. В следующем году Мособлгазу исполняется 60 лет. Та инфраструктура, которая была создана в первые годы работы предприятия, уже требует обновления. Их довольно много, у них разная протяжённость. Это в основном юго-восток Московской области, юго-восточный район, это Коломна, это Воскресенск. По словам Дмитрия Голубкова, эту проблему необходимо решать в постоянном режиме на протяжении нескольких лет. На данный момент в реновации нуждается 6000 километров устаревшего газопровода. Для того, чтобы выполнить такой объём работы, потребуется около пяти лет. У нас к 35-му году могут быть большие проблемы. Их надо решать сегодня, чтобы не подойти к 35-му году с устаревшими газопроводами. Новую программу газификации Московской области представит сентябре текущего года. По словам экспертов, она заработает после 2019 года. Луиза Егязарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.